Дорогие друзья, доброго дня! Вы на канале Строй Гранд Анапа. По вашим многочисленным просьбам, в каком же состоянии находятся наши жилые комплексы после природных катаклизм, специально для вас этот выпуск мы посвятим всем нашим жилым комплексам, для того, чтобы вы лично сами смогли убедиться, посмотреть с разных ракурсов, что наши жилые комплексы находятся в целости и сохранности. А сейчас мы находимся в жилом комплексе «Звездный». Ольга Николаевна, хозяйка дома. И вот мы приехали задать пару вопросов. Ольга Николаевна, скажите, как вы нашли нашу компанию? Почему ваш выбор пал именно на нашу компанию? Ну, это совершенно получилось как-то неожиданно. Мы приехали сюда, переехали с Дальнего Востока, с Хабаровска, приехали, чтобы присмотреть себе какой-то дом. Ехали мимо, просто ехали на машине мимо, увидели наружную рекламу коттеджа на поселок «Звездный». Сначала «Морской», потом «Звездный», но вот выбор пал именно на «Звездный». Здесь такая атмосфера, здесь свой микроклимат. Все переехали сюда откуда-то с Дальнего Востока, с Сибири. Мы все друг друга здесь уже перезнакомились, все знаем, у нас своя группа в WhatsApp. Поэтому здесь достаточно нам комфортно жить. Нравится, в общем, в жилом комплексе. Нравится. По поводу, почему мы выбрали «Стройгород Анапа», это тоже оказалось случайно. Но когда мы стали смотреть другие дома других компаний, менеджер другой совершенно компании, совершенно, может быть, даже конкурирующей компании, нам сказали «Стройгород Анапа», да, это очень хорошая компания. Это, в общем-то, свою службу сыграло свою роль, такую положительную, потому что мы решили, да, правильно мы сделали выбор. Ольга Николаевна, скажите, пожалуйста, как вы пережили эти природные катаклизмы, которые совсем недавно у нас случились? Вы имеете в виду вот эти дожди, да, эти потопления. Вы знаете, как вот удачно мы все-таки выбрали место расположения, потому что нас это вообще не коснулось. У нас, ну, конечно, дожди шли, и мы не могли там себе позволить ездить куда-то на пляж купаться, но здесь было достаточно сухо. Потому что мы, видимо, вот эта равнина, вот эта вот площадь, которая выше уровня моря, или я даже не знаю, как и чем это объяснить, но у нас здесь потопа не было. У нас здесь было, ну, все достаточно прилично. Благодарю вас еще раз за теплый отзыв. Желаю вам всего самого лучшего, счастливой жизни. При помощи магии монтажа я так быстро оказалась в нашем следующем поселке. Жилой комплекс встречный, он расположен в поселке Стрелка. Здесь еще никто не живет, стройка идет полным ходом, поэтому мы пойдем и пообщаемся с прорабом, который ответит нам на все вопросы. Вот мы встретились с нашим прорабом Алексеем. Добрый день, Алексей. Скажите, пожалуйста, совсем недавно у нас проходили сильные дожди, ветра. В каком состоянии был поселок, не пострадали ли дома? В каком состоянии были строительные материалы? Здравствуйте, зрители канала. Да, недавно были катаклизмы небольшие, природные, дождь, ветер сильный. Ну, касаемо нашего поселка встречного на Стрелке, все материалы, которые оставались на стройке, были укрыты. Некоторые занесены в домах. Дома, как вы видите, можем даже зайти посмотреть. Вот готовый дом практически. Ничего не залило, нигде не протекло. Можно посмотреть. И, в принципе, ничего страшного не произошло. Справились нормально. Посмотрим состояние дома после погодных условий. Да, ну вот видите, потолки сделаны. Внутренние отделки практически готовы. Нигде не протекло, ничего нет. Вот, вентиляция все сухая. Во всех комнатах, в углах, все сухо. В прихожей, в дверь, ничего не залито. Вот санузел. Посмотрите. Как красиво. Вот второй этаж. Тоже самое. Нигде потеков, ничего нет. Все сухо. Причем. Здесь все же самое. Замерзировать. Ну, вот, как видите, материалы укрыты. Перед катаклизмами все, что было, возможно, укрыли. Что невозможно было укрыть, занесли в дома. Ну, и, соответственно, много материала не заказываем, так как заказываем необходимое количество на данный момент работы, чтобы материал не испортился, куда-то не разлетелся и так далее. Тем самым спасаем материал и, соответственно, не несем убытка из-за этого. Вот, и мы лично убедились, и вы, собственно, что наши поселки и дома находятся в целости и сохранности. Алексей, благодарим вас за вашу работу. Всего доброго. До свидания. До свидания. Продолжаем путешествовать по нашим поселкам. Приехали в город Темрюк, в жилой комплекс Азовский, для того, чтобы лично встретиться с нашим прорабом, пообщаться и задать ему вопросы. В каком же состоянии был поселок, когда происходили ветра и сильные дожди? Познакомьтесь, это наш прораб Федор Григорьевич. Добрый день. Здравствуйте. Федор Григорьевич, расскажите, пожалуйста, когда происходили сильные дожди и ливни, в каком состоянии был поселок? Федор Григорьевич находится тут каждый день, поэтому он более подробно нам может рассказать всю информацию. Во время ливней я практически каждый день все время проводил здесь, на этой территории. Отмечу, что наш поселок выдержал ливень, наверное, в городе лучшим образом. Значит, в чем причина? Наш поселок находится на небольшом склоне, небольшой уклон. И чуть дальше, за дорогой, находится лиман. Вся вода, которая была от дождя, от ливней, она проходила мимо нас, стекала под дорогой, эти трубы лежат, через трубы вся вода уходила в лиман. Здесь, ну, не скажу, что сухо, но здесь вода не стояла вообще в этом поселке. То есть нас это не затронуло практически никаким образом. А по строительным инструментам? Стройматериалы, которые есть, значит, снова. Ну, мы ожидали, что будет ливень, поэтому мы укрывали все качественно, следили. Из-за того, что были порывы ветра, когда срывали со стройматериалов укрывной материал. Но мы здесь же все убирали, то есть стройматериалы, и все. Ничего здесь не пострадало. То есть все в идеальном варианте. Благодарим вас за ваш отзыв, за вашу бдительность, за вашу работу. А за кровлю сказать можно? Да, конечно. Вот, а еще у нас мягкая кровля. И тоже в эти ливни мы прошли испытания. Нигде, нигде ни малейшего протока не было. То есть кровля выдержала эти дожди, ливни. Идеально просто. Поэтому рекламирую, стройте дома и покрывайте мягкой кровлей. Мягкая двухслойная черепица шинглос. Спасибо вам. Всего хорошего. Решила сама лично зайти в дом и посмотреть, действительно ли так все хорошо, как говорят. И да, оно так и есть. Обратите внимание, ничего не затопило, все хорошо. Дома на 100% выдержали погодные условия. Так что вы можете смело нам звонить, и наши менеджеры вас проконсультируют. А теперь поехали в новый поселок. Я нахожусь в жилом комплексе «Морской». Вижу, что тут все сухо, красиво и хорошо. Пойду сейчас искать жителя для того, чтобы узнать у него его мнение о том, как они пережили все непогодные условия. Мы в гостях у Веры. Вера, здравствуйте. Вера живет тут второй год. Вера, скажите, пожалуйста, вот совсем недавно у нас были такие прям аномальные погодные условия, сильный ветер, дожди. Как вы это пережили? Что было в поселке? Как вы справлялись? Все ли было хорошо? Нет, ну вы знаете, в принципе, из-за того, что поселок стоит чуть на пригорке, нас практически никого это не задело. Минимально там у соседей были какие-то нюансы. А так вот лично нас не зацепило вас абсолютно никак. Единственное, после потопа масса комаров отбиваемся. А так, ну грязь вот на улице, потому что не доложили нам асфальт. Вот это единственное неудобство. А так мы практически их не заметили. Если бы не поломка моста вот чуть дальше, мы бы абсолютно не заметили, что у нас тут были дожди или еще что-то. А так вот, да, единственный недостаток это грязь без асфальта и комары. Так, ну с комарами скоро справимся, а по поводу дороги будем тогда поднимать вопрос. Обязательно в скором времени, думаю, это решится. А как вам вообще в целом жизнь в морском? Ой, вы знаете, мы вообще довольны с мужем. Это у нас первый дом, мы раньше не жили вообще как бы в деревне, в селе или как правильно сказать, да, в коттеджном поселке. Мы все время, мы жители, городские жители. В квартире, да? Да, мы городские жители, мы приехали из Подмосковья, поэтому для нас это большой как бы город, большое движение. Здесь спокойно, хорошо, такие радушные соседи, очень хорошая компания. Вы знаете, нам очень экономили время в плане вот стройки как бы. То есть мы не тратили свое время, мы не искали строителей, стройматериалы, они нам все это предоставили. Ну, нам очень нравится, вообще нам очень нравится. А как вы о компании узнали? Ой, о компании мы узнали, ну, по большей части у нас здесь живут родители, и они нам как бы посоветовали. Мы посмотрели по интернету, все рекламки, обратились к ним в фирму. Они нам, кстати, очень так быстренько подобрали вот для нашего, по нашему вкусу и дом, и участок мы с ними выбрали. И вообще мы с ними очень плотненько работали на любой вопрос, на любой звонок, вплоть до юридического ведения документов под ключ. В общем, дом вам сдается под ключ. Все документы вам уже компания оформляет, то есть это тоже огромная помощь. Это не надо бегать во все вот эти, то есть компании, да, подавать документы. Ну, вы приходите, вам отдают все документы на дом, вам дают ключ от дома, вы приходите, у вас уже там полностью отделка. Нет, это очень хорошо, это очень хорошо. И как бы, знаете, ну, идут навстречу, идут в плане того, что любой каприз, как говорится, любое пожелание клиента, они все учитывают, все делают. Вплоть до того, что вот нам не нравилась входная дверь, компания нам пошла навстречу, они сами ее там закупили, какую мы хотели, привезли и установили. То есть мы не бегали, не искали, не таскали это все, то есть полностью. Вот мы зашли, купили мебель и все. Мы очень рады. Да, спасибо большое. Вера, спасибо вам огромное за отзыв. Спасибо вам, спасибо. Благодарим вас, всего доброго и до свидания. До свидания. Заходите к нам еще. Спасибо. Всего доброго. Мы объехали все поселки и приехали сейчас с поселок Цибанабалка в завершении в жилой комплекс «Жемчужина». Для того, чтобы прийти к нашему клиенту, который счастливо живет в своем доме, взять у него отзыв о том, как он пережил все погодные условия. Екатерина любезно согласилась дать нам отзыв. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот недавно совсем были такие погодные условия жуткие, был сильный ливень, был сильный дождь. Как вы вообще это пережили, какое состояние было поселка, как вообще у вас состояние дома, вашего участка и вообще в принципе, как вы в целом справились? Вот знаете, было немножко страшно, потому что кругом были реки, текли по улице, с этой стороны, с той. Мы как на острове стояли. Слава богу, в дом вода не зашла. Мы так рады вот этому. Конечно, у нас территория была вся залита. Но мы с этим справились. У нас уже дырочки сделаны в заборе, и вода уходила. Но было реально страшно. Это вот, знаете, когда, вот он вроде бы недолго шел, но такой был потоп. Реки текли, вы знаете, горные какие-то. Вот немножко было страшно. Ну ничего, видимо, нам надо было это испытать. А как оно все, быстро устранилось? Ну, в общем-то, да потихонечку ушло. Но через некоторое время опять был ливень. Но уже не такой, конечно, большой. Ну, сейчас ты дом не пострадал? Нет, слава богу. Внутри все хорошо, да? Нет, она суха, крыша не протекает. Стройгарант она покачественно делает. Мы убедились в этом. Вода никуда не зашла, ни в окна, ни через крышу, вообще нигде. Она даже в дом не зашла, слава богу. Ну, тут, конечно, она побывала. Здесь все было в воде. Но это стихийное бедствие. Ничего не сделать. Какие-то, может, у вас пожелания есть? Пожелания, господи, пусть будет хорошая погода всегда. И поменьше комаров, да? Комары нынче. А вот, знаете, вот эта сырость, они где-то вот плодятся. Вечером нельзя уже выйти просто. Мы сейчас намазались. Кстати, знаете, вот то, что детей вот брызгает на тело, все. Спасает, да? Спасает. А в принципе здесь очень здорово. Хорошо, нам нравится. Здесь воздух отличный. Вообще здесь прекрасное место. Ну, бывают всякие вещи. Ну, ничего. От этого никуда не деться. Но воздух действительно свежий, очень вкусный. Екатерина, благодарим вас за ваш теплый отзыв. Желаем вам всего самого лучшего и доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова